Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам про сорта перцев, которые мы сажаем из года в год. Ни один год у нас без них не обходится, потому что каждый год они дают потрясающие результаты. Я даже думаю, наверное, всю линейку надо сократить до использования именно вот этих вот вариантов, потому что они закрывают все потребности, абсолютно все потребности, они ваши закроют. И сейчас я хочу с вами этим поделиться. Я хочу выделить, наверное, из них несколько наших фаворитов, которые из года в год показывают хорошие урожаи. И мы их безумно-безумно любим и всем рекомендуем. Все, кто у нас заказывал семена, тут точно так же в восторге. Люди оставляют их себе в своих коллекциях и потом наслаждаются из года в год, получая потрясающие результаты. Итак, кто же это? Это, конечно, если вы любите толстые стеночки, то это, конечно, рит, вариант ваш. Рит просто потрясающие, огромные перцы с толстыми стенками, больше похож на кубовидный перчик, восточный базар. Они более такие приземистые, более кругленькие, но тоже стенка всегда у них достаточно толстая, сладкая, сочная. И когда вы их кусаете, прям брызжет просто сок. Потрясающие перчики. Также выделила бы я из всего этого списка ламуй. Ламуй не тот партнеровский, да, а который вот сортовой ламуй. Он небольшого размера, перчики получаются. Перчиков всегда очень-очень много. И он подходит для фаршировки. Именно вот кто любит фаршировать перчики, ламуй это ваш вариант. Еще из толстостенных, конечно же, это наши любимые всеми колотки. Они очень классные, они толстостенные. Или гого-шары, как их еще называют. Очень всеми любимые перчики. Но, если честно, мне больше нравятся перцы с тонкой стенкой, да-да-да, потому что они более сладкие. И это, конечно же, наши сорта рамира. Мы готовим на огне. Это потрясающее блюдо. Когда вы разрезаете перчик на две половинки, на две лодочки, его делите. Рамира, он просто идеально создан для этого, потому что он не круглый перчик получается, а он немножечко сплюснутый со сторон получается. И когда вы его делите на две половинки, получаются идеальные просто лодочки для заполнения. Мы туда кладем натертый сыр с зеленью, с чесночком. Это такая закуска, которая сметается со стола просто молниеносно. Также, вот в этом же виде, вот именно в таком же исполнении, очень хорошо использовать халапеньо. И вот мы как раз давайте плавненько перейдем к более острым сортам. У халапеньо у нас несколько видов есть. И есть виды, которые слабо острые. Это вот браун, он растет немножечко не таким кустиком, как все халапеньо, а он растет вверх, рогатуренный такой большой, который просто увешан перцем. Перца можно собрать очень много с него. И он, допустим, в самом начале, он острый только в середине, в плаценте. Если вы плаценту вырезаете оттуда, то он совершенно сладкий становится. Также есть вообще сладкие сорта халапеньо. Теллика сладкий, конкорд. И они прям вот халапеньо, запах, аромат, все. Если хотите тоже чуть-чуть остренький халапеньо, то это желтый лимон спайс. Он тоже слегка остренький, только в плаценте. Но учитывайте, чем ближе к осени, тем острее они становятся. Халапеньо лучше срывать не зеленым в технической спелости, как вот мы видим в магазинах, а лучше всего срывать, когда он уже поспел. Когда он раскрыл свой вкус и набрал сладость. Потому что халапеньо это сладкий острый перец. Очень многие любят просто вот горький перец. А он нет, он сладкий, он ароматный. Когда вы его кусаете, он прям брызжет соком во все стороны. Перец, который понравится абсолютно всем. И у нас есть сорта на любой вкус. Они, да, небольшого размера, они очень удобные. И как раз вот это вот блюдо, которое мы вам показали, если вы сделаете с халапеньо, тоже будут все в восторге. И если вы любите острые халапеньо, то у нас тоже есть в коллекции, в линеечке в нашей, несколько сортов, которые прям остренькие-остренькие. Это вот те сорта, которые мы рекомендуем посадить, попробовать. Если же вам нравятся острые перцы, на что же нужно обратить внимание. И я бы в первую очередь обратила внимание на аджиков. У нас вот аджи пинапли и аджи пиканты. Два сорта, которые мы пробовали, они нам очень понравились. Пинапли желтенький. Он очень острый. Настолько острый, что у некоторых прям дыхание перехватывало. Другой пикантный, он немножечко более помягче, но тоже достаточно острый. Также из остряков хорошо показали себя цицак перец, армянский перчик цицак. Очень нам понравился. У меня в коллекции получилось два. Я же, когда закупаюсь, допустим, мне нужен какой-то сорт, я закупаюсь в разных местах, покупаю много-много-много семян одного и того же сорта. Сажаю по штучке, по две этого сорта. И потом смотрю, что получилось. В общем, вышло у меня так, что два я оставила у себя в коллекции. И они совершенно разные получились. Один был цицак вот такого вот, просто высокий, очень урожайный тоже, но немножечко более позднего созревания. И еще один цицак у нас получился маленький кустик. Урожайность ничуть не меньше, чем была у высокого. И созревал он немножко раньше, чем высокий. Отличаются они, кстати, и по цвету немножко. Но понравились оба, поэтому вот я их оставила. Очень классные перчики. Мы их рекомендуем и вам. Мы обязательно сделаем еще одно видео про выращивание, про то, как мы это делаем. Смотрите на нашем канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!